Первый раз мы с вами разработали до конца классическую схему рефлекса, посмотрели, что в рамках этой концепции можно не только запрограммировать определенный тип ответа на определенный сигнал, но еще и осуществлять регулировку. Так, настройку ответной реакции по унижающимся конкретным условиям. Так, мы познакомились с вами не только со схемой рефлекторной дуги, но и со схемой рефлекторного кольца, существенно более продвинутой. Напоминаю, в этом случае как осуществляется настройка на имеющиеся условия. Вот у вас некоторый работающий орган получил команду, начал работать. Прямо в органе находятся рецепторы, которые меряют степень, так сказать, достигнутого результата. И вот эта информация о том, какой результат получен, направляется в один из нервных центров, где сравнивается, какой был план и какой реальный результат. Если расхождение между планом и результатом отсутствует, то этот центр не вмешивается в дальнейшее течение действия. Если есть некоторые расхождения, центр будет посылать команду на корректировочку программы действия. Так, значит, учитывая очень небольшие расстояния между нейрончиками и скорость передачи сигнала, которая может достигать 100 метров в секунду, ну а пока вы поднимаете руку, допустим, на самом деле это ваше действие, система успевает проверить раз 20-25. Если рука пошла немножечко не туда, куда нужно, будет внесена поправка текущая в режим работы мышц. Так, хорошо. Сегодня мы с вами будем разбираться, с моей точки зрения, с чертовски интересной темой. Значит, а как же можно не работать по заданной программе, а научиться чему-то новому. Так, как создаются новые программы, новые варианты действия. Ну, на самом деле, когда люди говорят слова типа научения или память, так, имеются в виду более десятка совершенно разных механизмов, работающих абсолютно по-разному, имеющие совершенно разное обеспечение. Так, значит, ну вот мы с вами сегодня будем возиться с одним из вариантов научения и удержания информации. Этот вариант широко известен, проходится даже в школе, но как полком срабатывает, ну, в рамках школьных объяснений, понять исключительно трудно. Называется эта система приобретенный или условный рефлекс. Мы с вами возимся с рефлекторными механизмами, до этого мы разбирались с врожденными или безусловными. Сейчас посмотрим, что же такое приобретенный или условный. Значит, классический эксперимент на эту тему в начале 20 века проводили зоопсихологи, принадлежащие к школе бихевиариста. Бихевиар – поведение, значит, людей, следующее поведение. Не только психологи, но и физиологи. Ну, и одним из известнейших российских исследователей, который, разумеется, работал в рамках... Такой термин в Советском Союзе просто никогда не использовался. Хотя Иван Петрович Павлов – один из классических, вообще, столпов бихевиаристов во всем мире считается. Значит, итак, работа ученика Осечного Ивана Петровича Павлова. Значит, каким образом велась первая серия экспериментов? Ну, берем классическую собачку с оперированной слюной железой посеченной. Напоминаю, что при этой операции подрезается слюной проток. Одно из шести крупных слюных желез выводится через пистолу на улицу, чтобы получать пробу слюны и смотрю, в зависимости от какого сигнала идет секреция выделения слюны славной. Берем самую, что ни на есть, обычную дворняку с улицы, приводим ее в комнату, зажигаем перед ней лампочку, а через минуту даем еды кормить. Скажите, для обычной дворняки лампочка значит ли, что ее сейчас будут кормить? Да нет, разумеется. Первое определение, которое лучше записать. Стимул, не имеющий отношения к срабатыванию данного рефлекса, называется безразличным. Безразличным стимул. Ну и лампочка, на виду с огромным количеством всяких других стимулов, абсолютно безразлична для рефлекса слюноотделения. Он запрограммирован на совершенно другие сигналы. Прежде всего на пуст пищи. А теперь внимание. Вот есть у нас данный бобик, шарик, тузик. Неважно, где-то, да? Так. Попал в лабораторию. Перед ним есть низкая, пока еще пустая, и где-то вот здесь лампочка. Знаете, лампочка загорела, сигнал принят зрительными рецепторами в Лозене. Хорошо, скажите, пожалуйста, вот эта загоревшаяся лампочка, это единственное событие, которое происходит вокруг этой событий? Да нет, разумеется. Где-нибудь на улице в это время трамвай может ехать? Может ехать. Соседи сверху могут справлять вечеринку и отплясывать? Могут. Значит, у соседей снизу могут котлеты подгореть? Да. Могут. В это же время лаборанты в коридоре могут ругаться между собой? Да. Могут. То есть собака получает огромное количество безразличных стимулов в это время через все органы чувств, и слуховые, и обонятельные, и вибрационная чувствительность, и зрительная чувствительность, огромное количество безразличных сигналов. Хорошо. И тут счастье привалило, а именно ей насыпали еду в миску. И собака с аппетитом поехала. Значит, ясно, что слюна пошла выделяться именно в тот момент, когда пища попала в рот. Отлично. Вот у нас фистулированная железа, и вот пошло выделение судьбы. Хорошо. Значит, теперь давайте дальше. На следующий день собаку привели туда же, зажгли лампочку, и через минуту дали еды. Скажи, пожалуйста, с какой вероятностью в этот же момент по улице поехал трамвай? С очень низкой. С какой вероятностью у соседки снизу продолжают гореть котлеты? Очень небольшой. С какой вероятностью соседи сверху продолжают вечеринку и отплясывают ровно под ту же самую мелодию, что и в момент кормления сутки назад? Значит, ну и так далее. То есть мы что получили? Подавляющее большинство безразличных сигналов сменилось, а вот этот сигнал остался таким же, как в прошлый раз. Берем третью пробу, третий раз привели собачку. Опять же, все остальные сигналы поменялись, а вот этот сигнал устойчиво предшествует биологически важной процедуре кормления. Так, в результате, значит, пять, шесть, семь раз собачку приводили, и выясняется вещь несколько удивительная на первый взгляд. Значит, никакой еды в миску еще не положили, просто зажгли лампочку, а у собаки пошла слюна. Что он делает? Ведь еды-то нет никакой. Значит, попробуем расписать, какие события в это время происходят в головном мозге, и разобраться, а какой биологический смысл в возникновении и в срабатывании этого механизма. Это, значит, во-первых, вот он, головной мозг. Вот он, вкусовой центр, который получает сигнал от рецепторов языка. Так, значит, возбужденные клетки вкусового центра передают информацию в центр слюноотделения, который будет находиться в основании мозга, в луговатой мозге. Так, центр слюноотделения высылает управляющий сигнал на слюнную железу, и слюная железа выделяет в область слюны. Вот это классический путь врожденного рефлекса слюноотделения. Теперь смотрим. В нашей усложненной ситуации с множественными сигналами одновременно с возбуждением этой линии оказываются возбуждены зрительный центр, слуховой центр, центр вепрочувствительности, абонентный центр. То есть зоны самых разных обработок, самых разных сигналов. И теперь, а теперь нервная система имеет такую задачу. Выделить тот тип сигнала, который устойчиво сопровождает срабатывание вот этой линии. Почему? А линия биологически важная. Значит, это реакция в ответ на пищу. А теперь подумайте, тот организм, который умеет заранее готовиться к приему пищи, получает выигрыш или проигрывает? Выигрыш. Конечно, выигрыш. В результате собака научилась делать вещь вроде бы фантастического. Предсказывать момент появления пищи. Что помогает данному предсказанию. А вот это вот сочетание во времени определенного сигнала с биологически важным действием. Как это себя представить на нашу схему? Вот он, зрительный центр. Он находится в затылочных долях коры больших глушарий. Сигнал о том, что лампочка горит, прошел сюда. Устанавливается взаимосвязь вот сюда. Кто знает, как называются взаимосвязи между разными ощущениями? Слово это слышали большинство из вас. Как называются взаимосвязи между разными, на самом деле, не только ощущениями, но и понятиями, допустим, ассоциацией. Так, вот тот участок, те зоны коры больших глушарий, задачкой которой является установление взаимосвязи, называется ассоциативная кора. Значит, через ассоциативную кору вот эти два центра взаимосвязываются. В результате теперь центр слюноотделения может быть возбужден только сигналом с этих рецепторов или нет? Нет. Есть сигналы с этих рецепторов, если они говорят о том, что картинка расшифрована, как горячая лампочка. Мы получили второй возможный вход на регуляцию этой активности. Так? Ну а как работает ассоциативная кора, очень легко описать вот на таком примере. Значит, ну-ка давайте, закройте глаза сейчас и послушайте меня внимательно. Глаза вы закрыли и слушайте меня внимательно. Устал я сегодня за день, как не знаю, кто вел там себя в гимназии уроки, теперь приехал здесь еще лекцию читать. Сейчас дочитаю лекцию, пойду выпью горячего чая с лимоном. Я что сделаю? Я у друзей достану лимон из холодильника, он такой желтый, восковатый, кожура у него бугристая. Положу его на блюдце и начну отрезать тоненькие-тоненькие ломтики. Вот я режу, оно штуповатое, он так поскрипывает в лимонной корке. Вот я отрезаю ломтик, приподнимаю, он почти прозрачный. Запах. А теперь я смотрю, по ножу стекает мутноватая капелька лимонного сока. Я поднимаю нож ко рту и слизываю с лезвия капельку лимонного сока. Отлично, открывайте глаза. Значит, скажите, пожалуйста, какие сигналы в течение последних трех минут получала ваша нервная система? Только звуковые. Это понятно? Что сигналы шли только звуковые. Скажите, пожалуйста, а ощущения вы испытали только звуковые или нет? А далеко нет. У вас возникла и зрительнообразная картинка, у некоторых и обонятельная, у некоторых и вкусовая. Есть такая старая-старая история, которую очень любили раньше физиологи рассказывать, уж больно она показательная. Во время визита последнего нашего государя-императора в Одессу, во времена, когда только начиналась такая бурная революционная активность, так, значит, местные революционеры, которые были, ребята, напыщими и думающими, в отличие от более поздних этапов, что сделали? Они договорились с беспризорными одесскими, а государя-императора должны были встречать к духовым оркестрам, ну, как и положено. Так, значит, ну вот, выстроился духовой оркестр, там, встреча, все дуют в свою очищенную медяшку, а перед ними собралась толпа беспризорников, которые стали есть лимоном у них на глазах. Догадайтесь, что произошло с духовым оркестром. Вот у них, с ними ничего плохого не делали. Вот просто у них на глазах ели лимон. Ага, все, все, выступление было полностью создано, потому что играть на трубе или на басе, или на альте, имея полный рот слюны, совершенно невозможно, так, а остановить усилием воли слюноотделения, когда вы видите, что при вас едят лимон, нельзя совершенно. Так у вас будет срабатывать абсолютно жесткая репертуарная связь. Каким образом? А вот таким образом. За счет срабатывания ассоциативной карты. Что это нам дает? Это дает гениальную возможность. Значит, восприняв от отдельного предмета только один тип сигнала, допустим, я его только увидел, Нужно ли мне при этом подходить и обязательно его пробовать на вкус, чтобы узнать, что он горький или он сладкий, если я с ним уже сталкивался? Нет. Нет. В результате, под частной информацией, если мы обладаем ассоциативными взаимосвязями, мы можем сделать полный выбор, получить полную картину. Вот такой характер нашего своего восприятия называется предметное восприятие. Несмотря на то, что мы получаем с вами, на самом деле, информационные хвостики, такие обрывки из окружающего мира, так? Значит, но мы достраиваем картину до полной. За счет чего? А за счет ассоциативных взаимосвязей. Отлично. Вот это была такая отдельная песня про ассоциацию. А теперь смотрим, за счет вот этих ассоциативных связей у нас возникла возможность второго входа на систему ответа. То есть, говоря по-русски, что произошло с собакой? А собака запомнила, что после лампочки ее будут кормить. Можно так сказать? Можно. А еще как можно сказать? А еще можно сказать, что собака научилась воспринимать лампочку как сигнал к кормлению. И тот и другой вывод будут совершенно верить. Во-первых, срабатывание вот этой системы – это одна из форм удержания информации. Называться такая связь будет временная или условная связь. Значит, следующие два определения. У нас было определение безразличного раздражителя, да? Значит, теперь второе определение. Раздражитель, постоянно сочетающийся во времени с действием безусловного раздражителя, называется условным сигналом. Идущая от центра связь, идущая от центра связь, идущая от центра восприятия условного сигнала, к центру восприятия безусловного сигнала, к центру восприятия безусловного сигнала, называется временной или условной связью. Итак, вот она, условная связь. Почему ее называют временем? Можно ли отменить действие вот этой связи? От центра вкуса на центр, ну, что, на отделение? Нет. Это не отменяемая связь. Организм не может ее забыть, он с ней, по сути дела, рождается. А вот эта связь всегда существовала? Нет. Она создана в определенных условиях. Поэтому ее называют условная связь. И вот теперь, такого сорта рефлексы, а это самые настоящие рефлексы, будут называться приобретенными или условными рефлексами. Запускаются они не самими биологически важными событиями, а с сигналами о скором наступлении важным событиям. Так, вот это и есть отличие от условного рефлексы от условного. И еще очень важная вещь. Эта машинка, кроме того, что позволяет резко расширить количество ориентиров, которые будут направлять ваше поведение, позволяет сделать еще одну гениальную вещь. Не только научиться, но и разучиться. Запуск. Так, забыть безусловный рефлекс невозможно. А вот условный рефлекс, вот эта связь, можно остановить. Причем даже не одним, а двумя разными путями. Об этом чуть позже. Мы сначала, здесь очень важно с моей точки зрения, понять биологический смысл. Вот этих условных связей. Давайте мы вот на каком примере с вами поработаем. Ну, я надеюсь, все понимают, что те мороженые куры, которые продают в универсамах, никогда в жизни не видели вольной и свободной жизни. Извините за эту татологию. Выращивают их на бройлерных комбинатах. То есть, там по нескольку сот цыплят в ограниченном металлическом бункере, который заполнен торфом, ну, чтобы впитывал самое разное что-то. Сверху по транспортеру три или четыре раза в день подается еда, кормосмесь. Значит, вода подается в поилке. Ну, и вот так вот они и живут в этой плетушке. Так, пока не вырастут и не пойдут уже на, собственно, качество нашей пищи. Ну, такая невеселая жизнь, я понимаю, но тем не менее. Берем жизнь такого цыплятка. Ну, ясно, что в кормосмесе есть вкусные кусочки, а есть, так сказать, основная масса. Значит, предложите мне вариант поведения цыпленка, для того, чтобы мы гарантированно оставались, всегда доставались вкусные кусочки. Вот у вас сама площадка бройлерная, да? Вот здесь кормушка. Значит, сверху, из-под потолка этой площадки, сыпется кормосмесь. Значит, четыре раза в день, допустим, или три раза в день. Значит, это вариант поведения цыпленка в оси, который обеспечил бы ему точное получение всех самых вкусных кусочков. Первым прибежать. А это всегда ему удастся? Нет. Вот как он должен себя вести, чтобы всегда быть первым? Да, прошу. Пусть опять же давайте. Да, да, давайте. Да, да. Законится на новинке всегда, и чуть дальше, чтобы видеть на место. Ага, а он что, ясновиден ему глотает? Или он на лапе к сыну? Нет. То есть, не причастие в какое-то условие до того, как... Вот давайте пока без предшествующего условия. Допустим, цыпляться настолько тупые, что не могут учитывать предшествующие условия. А вот вкусненького хочется. Прошу вас. Правильно. Да не около, а просто в лесу кормушку сидеть там. Поэтому каждый раз, когда еда сыпется сверху, она гарантированно первому попадет в вагу. Но при этом, при этом все остальные цыплята ведут насыщенную цыплячью жизнь. Где-то там по углам сплетничают, дерутся, там, я не знаю, флиртуют, выясняют, у кого плюх острее и так далее. Ну, такая настоящая цыплячья жизнь. А этот любитель сладенького, он сидит в кормушке и полностью лишен напряженной цыплячьей жизни. Это что, жизнь? Нет. Ага, а теперь? Значит, кто-то из продвинутых цыплят обратил внимание на что? За минуту или за полминуты до того, как кормушку сыпется еда, под потолком начинает лязгать. Что это за звук? А конвейер включился, который, собственно, еду и будет забрасывать в кормушку. Какое получает преимущество такой цыпленок? Обязан ли он все время сидеть в кормушке? Нет. Нет, он ведет свою вообще напряженную жизнь, но как только залязгало, он немедленно в кормушку сразу. В результате он гарантированно получит все, что он хотел. Обратите внимание, с чем мы столкнулись, с вещью вроде бы фантастической. Предвидение ситуации. Поэтому, как ответить на вопрос? Вообще-то, обладает ли человек способностью к предвидению? Конечно, да. Конечно, да. И не только человек. И птицы, и звери, включая лягушек, там, я не знаю, кого угодно. На самом деле, чуть не всем многоклеточные, начиная с плоских червей, способностью к предвидению, конечно, обладают. И никакого отношения, никакому биополю парапсихология это ни разу не имеет. Как раз имеет отношение, самое непосредственное, к образованию сигнальных связей. Когда ситуация еще не настала, а система уже по признакам, по сигналам, вычисляет факт высокой вероятности появления данной ситуации. Вот это понятно? И никакого здесь биополи или какой-то подобной вот фантастической, не хочу соответствующее слово использовать, фантастической реальности, так скажем, приплетать не надо. Так? Где-то он меня завещал, но пускай себя. Так, хорошо, двинулись дальше. Вот там, сука. Вот, где я, извините. Все, пожалуйста, надо остановить. Так, господа, пока секунда. Обратите, пожалуйста, все внимание на объявление. 10 марта занятие состоится, но не в этой аудитории. Пожалуйста, все прочитайте в аудитории 12.24. Слава, ну и давайте продолжаем. Значит, это вместо возможности реагировать на биологически важную ситуацию прямо в момент его появления, образование условной связи, позволяя вести предварительную подготовку к наступлению такой ситуации. И, соответственно, надо получать определенные поведенческие выигрыши. Отлично. Ну а теперь, теперь по поводу размыкания связи. По поводу возможности забывать. Давайте представим себе такую штуку. Ну вот у нас, я не знаю, там, родился олененок где-нибудь в лесу. Скажите, пожалуйста, можно ли представить себе, что программа поиска водопоя у него врожденка? Нет. Ну того места, где можно напиться? Нет. Ну потому что врожденное это то, что общее для всего винта. Так? Ясно, что у каждого конкретного олененка абсолютно невозможно себе представить, где в его случае будет находиться источник воды. Хорошо. А каким же образом олененок выучивает дорогу к водополу? Каждый раз он ходит с мамой. Ну с мамой ходит, мамой его ходит. Так? Значит, пройдя энное количество раз по этой дороге, так происходит нормальное запоминание вот на этом уровне, установление рабочих связей с признаками местности и возможности биологически важного действия утоления жажда. А теперь давайте посмотрим, если вот эта взаимосвязь оказывается неснимаемой, если нельзя отменить. Ну хорошо, началась засуха, и данная лужа, или там маленький прудик, пересохла. Если бы связь была неснимаемая, что произошло бы с олененком? Погиб от жажды, потому что у него одна единственная жестко выполняемая программа. Так? А для того, чтобы не погибнуть, надо отменить действие этой программы для того, чтобы начать поиск необходимого ресурса. Вот с безусловным рефлексом так не выйдет. А с условным рефлексом выходит. Значит, вот отмена действия условной связи будет называться торможением условной связи. И выделяет два разные типа торможения условной связи. Первый тип, который сейчас описан, называется внешнее торможение условной связи. Так, в каком случае наблюдается? В случае противоположном создании. Так? Значит, при многократном неподтверждении условного рефлекса. То есть сигнал есть, а покормить забыли. Сигнал есть, а покормить забыли. Вот давайте смотрим. У собаки воспитали условный рефлекс на лапочку. Так? И там, я не знаю, и она уже вполне привыкла. Ну, и месяц с ней работали. За это время у любой собаки слюноотделение начнется сразу после включения лапы. Так, отлично. А теперь приводим мы ее, привычную для нее, комнату. Включаем лапочку, слюна у нее пошла, а еды не дали. А кормим потом и в совершенно другом месте, без всякой лапочки. Значит, как по-вашему? Вот при этом первом включении слюна у нее пойдет? Да, конечно, связь-то сработает. Хорошо. Второй раз привели, лампочку включили, еды не дали. Слюна пойдет? Да. Да, пойдет. На третий раз опять еды не даем. Слюна пойдет? Пойдет, но меньше. Просто в меньшем количестве. Так, четвертый раз. Еще пойдет, но еще меньше. Так? А на шестой, седьмой, восьмой раз, но если будут средовые выделения слюны, то раз в десятку кончится наверняка. В чем дело? Разомкнули связь. Сигнал перестал быть адекватным. Вот эту связь можно размыкать. Ее можно создать, а можно убрать. А это значит, собака, как это по-русски сказать, забыла о прежнем значении лампочки. Лампочка для нее потеряла значение сигнала окормления. Прошу. А можно это задумать таким способом, чтобы дать ее не включить лампочки? У собаки, у которой уже есть эта связь, от них будет размыкание. Обратите внимание, вы в данном случае что сделали? Вы запустили эту реакцию вот так. А она каким-нибудь образом вот эту связь затронула? Нет. А как же вы тогда ее будете размыкать, если ваша реакция просто... Связь такая, останется консервированной. Нет причины ее отменять. Вот если она срабатывает вот сюда, а дальнейшего подтверждения нет, вот тогда есть прямая необходимость ее отменять. Так? Вот это первый способ размокания. Значит, называется внешнее торможение и наблюдается при отсутствии подкрепления выработанного условного репрекции. Хорошо. На самом деле можно разомкнуть еще одним путем. Значит, представьте себе, что пришла собака, включи лампочку, у нее пошла слюна, а я тихонечко на цыпочках подкрался к собаке сзади и сделал вот так. Значит, скажите, пожалуйста, если посмотреть на пробирочку, вот в этот момент что произойдет? Собакой и сзади. Ага, а у сзади прекратится слюноотделение. То есть на время действенная связь окажется заблокированным. Почему она оказалась заблокированным? Условные, безусловные, так не заблокируешь. А вот условные блокируются. Почему? Значит, да, в том-то и дело. В действие вступил репрекция, имеющая очень высокий ранг в иерархии репрекций. Ориентировочная реакция. Что это такое? Мы во второй половине лекции, и будем как раз с вами разбираться. Значит, дело в том, что среди рефлекторных программ есть свой табель о рамках. Когда выделяются более жизненно важные и менее жизненно важные, и когда срабатывает более жизненно важная система, что она делает с менее важными программами? Временно отключаем, чтобы не мешать. Мы вот сначала разберемся с самым главным, а потом будем настройку помелочивости. Так? Вот такой вариант торможения. Да, прошу вас. А скажите, а вот если потом второй раз подвести ее в этот год, то есть включить лампочку-то, тогда потом будет все надеяться? Будет, будет, конечно. Будет, будет, нормально. Значит, вот этот вариант, второй вариант торможения условной связи называется вне... Подождите, а первый вариант как вам назвал? Извините, ради бога, я смотрю, несоответствие. Первый вариант внутреннее торможение. Исправьте обязательно. Иначе так и запомните неверно. При неподкреплении условной рефлексы происходит внутреннее торможение. А вот то, что мы с вами описали с резким сигналом, называется внешнее торможение. Да, прошу вас, какой вопрос. Только громче. А потом не дать, и потом опять дать, и потом опять не дать, и так далее. Значит, ну так может быть за 2-3 месяца такого нескосадистской установки эксперимента у вас что-нибудь и замкнется. Что-нибудь и замкнется. Да? Но вот дать гарантию за всех собак до одной. Ну, я взял группу из 100 собак, да? И начинаю с ними работать по предлагаемой вами методике. Далеко не у всех и далеко не с одинаковой скоростью замкнутся условные связи. Вот здесь уже важна будет индивидуальность. Мы с вами все очень разные. Так? Значит, у одних научение происходит быстрее, связи оказываются устойчивее. У других медленнее, связи неустойчивее. Здесь самое разное сочетание возможно. Хорошо. Значит, и так, внешнее торможение наблюдается при воздействии любого неожиданного сильного сигнала. Я вам пример привел сейчас с резким звуком сильным. На самом деле, ровно то же самое произойдет при резком скачке температуры, при резкой вибрации, при резком запахе. Так, временно все условные связи окажутся подальными. Так, а после включится. Хорошо. Итак, внешнее и внутреннее торможение. Ну и последний сюжетик перед нашим перерывом. Следующий. Дело в том, что исследовать условные репрессии стали все ученики в школе Павлова, его ученики имелись на виду, и через некоторое время на собак стали поступать жалобы. Что собаки ведут себя нечестно, не так, как от них ожидалось. Значит, ну вот у собаки воспитали условный репресс, дальше с ней продолжают работать. Ну и приходит там исследователь Петр Васильевич к собаке, он еще лампочку не включил, а у собаки уже слюна пошла. Ну и в чем дело? Назад. Ага. Значит, скажите, пожалуйста, а вообще лампочка сама по себе загоралась? Вот все, я так говорю. Нет. Включил лампочку лаборант. Ну приходил, ему говорили, давай пошел, нажимал на кнопку, лампочка загоралась. Скажите, пожалуйста, почему до загорания лампочки у собак начинало идти слюна? В соответствии с тем, что у него есть человек, у собака запомнила? Совершенно верно. Она просто запомнила, что предваряя первый сигнал, появление человека, никакого угодно, а строго определенного. Так, решили проверить эту картинку и создали экспериментальную ситуацию следующую. Вот собачка, воспитали у нее сигнал на лампочку, а после этого повесили звонок электрический, так, и за минуту до зажигания лампочки включили звонок. Потом зажигали лампочку, а потом давали едут. Ну и как по-вашему, через полтора десятка сочетаний, в каком случае собака начинала выделять слюны? Во-первых, в том случае, если ей еда попадала в рот, это самая начальная, безусловная программа. Во-вторых, в ответ на загорлившуюся лампочку, в третьих, в третьих на звонок. Значит, вот такая ситуация будет называться условный реплекс второго порядка. И если условные рефлексы первого порядка могут образовывать, как я уже сказал, подавляющее большинство многоклеточных животных, имеющих настоящие нервные системы, то со вторым порядком уже намного сложнее. Для этого нужны по-настоящему толковые мозги, по-настоящему сложные, и без позвоночных, ну, пожалуй, только головоногие моллюск. Ну, это сверхинтеллектуалы среди беспов. Крупнейшее скопление нервных клеток, лоблобочное кольцо, там очень сложная система конкретных скоплений, ганглия, надглобочное, подглобочное и так далее. Вот. Имеет исключительно сложное строение. И вот для него условный реплекс второго порядка возможно. Из позвоночных. Отлично образуют млекопитающие, но не все. Значит, самые тупенькие из млекопитающих, пожалуй. Вот такие ребята, которые если раз в жизни что-то выучили, то дальше учиться они умеют, но правда очень тяжело и долго. У них вот такие связи долго строятся. Но зато, если уж построены, ломиком не смирнешь. Переучиваются еще сложнее, и объем переучивания крайне невелик. Значит, насекамоярные. Ежи, землеройки, выхухоли и так далее. Народ тупой и упертый до предела. Один из известнейших исследователей поведения, Конор Горнс, описывает у него в акваторариуме вольер, содержалась крупная водная землеройка кутора. Ну и если план нарисовать, там, куда-то, говоря, обстоятельства, водярка, где-то лавк кутора, вот это ее домик, там чашка с водой поинка, ну и какие-то детали ландшафта, камни, какие-то там куски герна и все подобное. Так вот, значит, кутора, ну любой из лексиков, когда вы где-то селишь, обследует территорию, запоминает, где, какие предметы на его территории. Так, значит, и кутора выучила такую простую штуку, что если что-то тревожное, страшное, непонятное происходит, когда она сидит вот здесь, в районе бассейника, а это водная землеройка, она очень любит в воде находиться. Ну, когда страшно, то надо куда деваться? В укрытие, в домик, а домик вот здесь, но по дороге камень. Так, поэтому надо покончайше, когда бежишь в домик, вот в этом месте прыгать. Значит, ну вот там так пожелание, второе время, а потом Лоренц убрал камень. Догадайтесь, как кутора возвращалась в домик. Да, значит, при этом перед ней вообще ничего нет, места пустое, но добегая до этой точки, она прыгала, причем ровно на такую дистанцию, которая была необходима, чтобы перескочить, камень. Да, ну и дальше там забегал в домик. Значит, ну ясно, что у таких ребят о рефлексах старшего порядка речь не идет. Им дай бог разобраться и с первым-то порядком. Значит, из птиц, а кто знает, какие птицы являются максимально мультиволоками? Во-первых, да, в первую очередь крупная попугая и крупная врановая. Так, ну на самом деле даже не только врановая, врановая, это одна из групп воробьевых. Просто ворон, это на самом деле самый большой воробей в мире. Да? Начат. Ну, потому что там, я не знаю, те же самые скворцы, допустим. отлично обучаются речи, пересмешанчивают отлично, отлично решают поведенческие задачи, очень хорошо. Ну, а такие вот, мягко скажем, не очень далекие птицы, у которых с научением некоторые проблемки есть. но не совсем как у землеройки. Да и хищники все, ребята, крайне нелюбопытные и туповатые. Так, значит, за исключением, пожалуй, сов. Совы ночные, хищные, там с ними отдельная история. Вот, а дневные хищники хорошо. Итак, что дает возможность образования условных реплекс второго порядка? Вот, давайте мы сейчас с вами попробуем графически сделать изобразие. И после этого пойдем на перерывчик. Итак, вот, этой точкой изобразим какое-то биологически важное действие. Ну, пример, какие биологически важные события могут произойти с любым организмом, с нашим в том числе. Значит, еда, дыхание, размножение, выделение, комфортная чистка и так далее. Вот, очень простые вещи, которые действительно обеспечивают сам факт существования нашей жизни. Вот одно из таких событий. Давайте изобразим качество этой области. Ясно, что включается программа по поведению данного случая на основе для любого биологически важного события, любого биологически важного действия. связи. Каково ж безусловный рефлекс есть? Безусловный, врожденный. Если действие биологически важное, обязательно есть безусловная программа. Значит, строго определенный безусловный сигнал вызывает срабатывание биологически важной программы. теперь при образовании условных связей, условной рефлексы, у нас уже это действие может наблюдаться не в случае, когда уже вам что-то в рот упало, да, а в случае обнаружения вами целого ряда сигналов. Допустим, вот у нас с вами вообще-то программа выделения слюны, точно так же, как у собаки, врожденная программа, ориентируется на вкус пищи, но в течение первых двух лет жизни, чем обогащается работа этой врожденной программы, какие приобретенные рефлексы вы получаете. Выделение слюны у вас теперь только на вкус пищи во рту? Нет, а какие сигналы у вас приобрели за ваше раннее детство? Значит, вот такое условное значение. Ви пища раз, услышали еду, запах пищи два, услышали запах, а еще? А после услышали пищи, а сезон пищи что, что еще раз? Слышали еде. Да, да, просто разговоры еде. Я вам сейчас так опишу, как я готовлю шашлык или плов, да, что вы с льной зайдете просто все на месте и немедленно. И речь здесь не просто в звуке, а речь в смысле сказанного. Да? Значит, а еще? Осязание. Осязание. Это как? Вы ощупываете еду? Нет, ну, представьте, ощупывание борща, допустим, несложновато. Чем вы его ощупываете? Ага. А вот скажите, пожалуйста, а вот на время кормления у вас возник условный репресс, конечно, если вас вовремя не покормить, так, то очень даже запустится, особенно у людей, которые, ну, привыкли к такому регулярному режиму. Да? Хорошо. А если при вас собирают на стол, укладывают столовые приборы, все готовят к, соответственно, к тому, чтобы подать еду на стол, это является возможным сигналом? Да, конечно, ситуация принятия отлично. То есть, смотрите, и так в каждой сфере, каждая биологически важная сфера обрастает огромным количеством сигнальных значений, позволяя заранее ориентировать поведение. А теперь, если у нас, как в случае собачки Павлова, так, условный рефлекс второго порядка, старшего порядка пошла, то у нас каждый из этих сигналов может быть сориентирован еще некоторым количеством других сигналов. Скажите, как изменилось наше возможное время подготовки заранее, то есть, время предвидения важной ситуации? я думаю, когда появился сам раздражитель из второго порядка, как сама Тай Павлова, тогда прозвенел звонок. так, это все чудесно, вопрос был вот такой, у нас была возможность предвидеть ситуацию, вот если это ось времени, значит, вот опережение, которое получает организм при ориентировке на первичные условные сигналы, что у нас с этим опережением, которое получает организм, если он может на вторичные тоже ориентируется, заранее, заранее, то есть, расширяются наши возможности во времени предвидеть возможные ситуации, ребята, это дает гениальную совершенно вещь, это дает возможность выбирать разные стратегии поведения, то есть, строить программу возможных дальнейших акций, если у вас вот этот зазор равен нулю, идет ли речь о том, что вы что-то выбираете, нет, вы просто прямо реагируете на внешнее воздействие, ни о каком выборе здесь речи нет, а вот если у вас есть зазор по времени, у вас же не одно единственное желание в жизни, не одна единственная потребность, так, значит, вот как раз в этом временном зазоре и происходит формирование того, что вы будете для себя называть мое решение, так, я делаю так, значит, если бы этого зазора не было, то ни о каком выборе поведенческой программы просто речь не шла, отлично, за 7, первая половинка наша завершается, 5 минут перерыв, через 5 минут вторая половинка,